Это новости. В студии работает Гульнара Жендагулова. Здравствуйте. И начнем выпуск с информации об эпидемиологической ситуации. Ни один пациент с коронавирусом не умер за минувшие сутки в Казахстане. Статистика заболевших за последние 24 часа остается стабильной. В Казахстане зарегистрировано всего 1651 инфицированных. Большинство из них из столицы. В мегаполисе зарегистрировали почти 400 заболевших. В антилидерах также Карагандинской области и Алматы. Сейчас лечение от коронавируса продолжают получать свыше 25 тысяч пациентов. Почти 40 из них в тяжелом состоянии. Ученые из Санкт-Петербурга обнаружили в России новый вариант коронавируса. Его назвали русский дельтакрон. Он представляет собой гибрид штаммов омикрон и дельта. Новый под вариант выявили геномных данных при исследовании. По словам американского генетика Дмитрия Пруса, эти гибридные вирусы – большая редкость, учитывая практически полное исчезновение штамма дельта. Прус подчеркнул, скорее всего, вирус зародился в России. Так как ни в одной и другой стране мира этот вариант коронавируса пока не был выявлен. Опасность нового штамма еще только предстоит изучить. Более заразный вид омикрона BA-275 обнаружили в Индии. Также он известен под названием кентавр. Об этом сообщил главный врач одной из местных больниц. Вирус способен проникать в организм уже переболевших или вакцинированных людей. Тем самым способен противостоять антителам. Об этом стало известно после изучения почти 100 тестовых образцов биоматериала жителей Дели. Вариант BA-275 уже выявлен во многих странах мира. Считается, что этот подтип переносится не тяжелее других вариантов вируса. Однако в зоне риска остаются люди с хроническими заболеваниями, а также пожилые. Лидер Северной Кореи Кэм Чен Ын объявил о победе над коронавирусом в КНДР. Об этом сообщает информационное агентство Рёнхаб. Напомню, о первом случае коронавируса власти Северной Кореи сообщили 12 мая. Критических показателей заболеваемость ковидом достигла в середине месяца. Тогда за сутки в стране выявили почти 400 тысяч заражений. Кэм Чен Ын говорил, что коронавирус стал крупнейшим потрясением с основания КНДР. Продолжение следует... Крупный лесной пожар бушует в Черногории. Основной очаг возгорания находится вблизи города Бар. Из-за быстро распространяющегося огня местные власти были вынуждены перекрыть автомобильное и ЖД сообщения. Тушение огня затрудняет сильный ветер и гористая местность. На некоторых участках огонь подобрался вплотную к домам. Горят леса и в Болгарии. По последней информации, лесные пожары уничтожили больше 100 гектаров. Всего зафиксировано не менее 30 очагов возгорания. По предварительным данным, огонь в регионе уничтожает редкие виды дуба. Пожар распространяется в непроходимой местности. Мешает сильный ветер. Если огонь продвинется дальше, то возникнет угроза для автомобилей. Лесные пожары во Франции уничтожили свыше 6000 гектаров леса. Пострадали 16 жилых домов. Аномальная жара делает стихию непредсказуемой. Сейчас столбики термометров в регионе не опускаются ниже 40 с лишним градусов. Пламя распространяется хаотично. Тушить огонь мешает сильный ветер. Несколько тысяч человек были эвакуированы. Утечка аммиака произошла в Донецке после обстрела пивоваренного завода. Зона поражения составила 2 километра. Об этом сообщил штаб территориальной обороны самопровозглашенной Донецкой Народной Республики. По данным ведомства, пивзавод был обстрелян вооруженными силами Украины. На территории завода загорелась пластиковая тара и поддоны на площади 600 квадратных метров. По предварительным данным МЧС, самопровозглашенный ДНР, один человек погиб, двое пострадали. На заводе в момент аварии находились 32 сотрудника. Власти призвали жителей не выходить на улицу, закрыть окна и герметизировать помещение. Украина получила разрешение на срочку выплат по внешнему долгу. Кредиторы, на долю которых приходится порядка 75% иностранных облигаций, согласились заморозить выплаты до 2024 года. Отмечен на сегодня общий объем внешней задолженности Украины составляет свыше 19,5 млрд долларов. Отмечается, что приостановка платежей позволит Киеву сохранить почти 6 млрд долларов. Эти деньги стране необходимы для социальных выплат и расходов на оборону. По данным Блумберга, из-за вооруженного конфликта дефицит бюджета Украины сейчас ежемесячно составляет почти 5 млрд долларов. Президент США Джо Байден ушел в отпуск. Он покинул Белый дом и отправился вместе со своей семьей в штат Южная Каролина на остров Киава. Там он планирует провести как минимум неделю, сообщает агентство Reuters. Курортный остров славится своим полем для гольфа и частным пляжем. Там местные власти сообщили об усилении безопасности. Напомню, ранее Байден провел две недели на карантине из-за положительного теста на коронавирусную инфекцию. Эфир Хабар 24 продолжает новости. В Грузии ужесточают правила для желающих оформить кредит. В частности, сокращают сроки потребительского кредитования. Согласно, это сделано для того, чтобы не провоцировать и так растущую инфляцию, так как количество займов в стране достигло критического показателя. Из тысячи совершеннолетних граждан больше половины имеют кредиты. За два года объемы потребительских займов выросли в пять раз. Юлия Тужилкина продолжит тему. В Грузии решили снизить темпы кредитования физических лиц. Для этого в стране сокращают срок потребительских займов. В настоящее время в стране выдано более миллиона таких кредитов, а сумма их превышает 7,5 миллиардов долларов. По данным Национального банка, их объем за год вырос на 34%. Все это негативно влияет на возросшую инфляцию. В целях снижения дополнительного давления на инфляцию из-за избыточного роста потребительских кредитов в текущем периоде считаем целесообразным снижение максимального срока потребительских кредитов. Проанализировав это изменение и обсудив его с банковским сектором, мы решили сократить срок до трех лет. Ранее такие кредиты выдавали на четыре года. Сокращение сроков негативно скажется на населении страны, считают экономисты. Тем более, что уже около года идет ужесточение монетарной политики. И кредиты в стране только дорожают. Это целиком отразится на гражданах Грузии, потому что тут очень популярны четырехлетние кредиты. А когда граждане не смогут выплачивать эти кредиты, это будет полностью вина государства. Оно должно стараться победить инфляцию внешними способами, а не внутренними. Население больше не может брать удобные кредиты, а значит не будет экономических движений. Это может повлиять на торговлю и экономику. Тем не менее, решение уже принято и вступает в силу с 15 августа. Ограничение будет действовать в течение года и коснется всех видов потребительских кредитов. В Аргентине не прекращаются протесты. Левые партии, профсоюзы и общественные организации собрались на Пласа Демайо. Они требуют встречи с недавно назначенным министром экономики, протестующей недовольной растущей инфляцией. Они жалуются на ухудшение условий труда и жизни в стране. Отмечу, Аргентина находится в состоянии затяжного экономического кризиса. Инфляция достигла 90%. Поэтому, даже имея работу, люди не в состоянии прокормить семью из-за роста цен на продукты. Кроме того, в стране отмечается высокий уровень бедности и безработицы. Власти по-прежнему не отвечают на наши основные требования, которые мы выдвигали. Именно поэтому мы просим о встрече с министром экономики Серхио Массой, чтобы обсудить проблемы, затрагивающие большой и малый бизнес. Потому что предприниматели могут столкнуться с продовольственным кризисом. Преступную схему распределения сахара выявили в Кустанайской области. Об этом сообщили в департаменте антикоррупционной службы. Сахарный песок был предназначен для стабилизации цен в регионе. Но сотрудники Акимата и СПК «Табол» выдавали его предпринимателям по льготной цене – 420 тенге за килограмм – и получали вознаграждение. А жители были вынуждены покупать тот же сахар сто стопроцентной наценкой. Во время осмотра личного гаража завсклады обнаружили и изъяли 900 килограмм сахара. Всю партию вернули в стабилизационный фонд. В Шымкенте долгожданный газ провели еще в один микрорайон с 15-тысячным населением. Природным топливом теперь будут пользоваться жители микрорайона «Досток». Ранее проблему 2,5 тысяч проживающих там семей поднимали корреспонденты нашего телеканала. Дело в том, что на строительство системы газоснабжения из бюджета выделили почти миллиард тенге. Установочные работы завершили еще в 2021 году, но новую автоматизированную газораспределительную станцию в эксплуатацию так и не ввели. Спустя время вопрос местным властям все же удалось решить. Теперь ведется подключение абонентов, подписавших технический договор и получивших персональные счета. По словам местных властей, до конца сентября также будет решен вопрос с обеспечением микрорайона качественным электроснабжением. Когда не было газа, дом приходилось отапливать дровами и углем. Это очень накладно для семейного бюджета. К тому же постоянно приходилось чистить и топить печь. Теперь нам стало меньше хлопот. Газ – это благо. Радуемся всей семьей. С населением провели разъяснительные работы. Уже готовы документы на подключение к газу около сотни домов. Работы идут. Кроме того, в течение нескольких дней голубое топливо подадут в микрорайон Азад, а затем в Тассай. Перспективы развития зеленой энергетики в Казахстане обсудили во внешнеполитическом ведомстве страны. Накануне в Нур-Султан приехали бизнесмены из Саудовской Аравии. В МИД представители ACW AirPower встретил министр иностранных дел Мухтар Тлиуберде. Инвестиционный портфель компании составляет почти 70 миллиардов долларов. Она занимается выпуском специальных установок для генерации зеленой электроэнергии и опреснения воды. Глава казахстанского МИДа отметил, что сегодня во всем мире наблюдается активный интерес к возобновляемым источникам энергии. Казахстанская сторона готова оказать всемирную поддержку компании при реализации проектов. Во время визита представители ACW AirPower провели переговоры с руководством Министерства энергетики фонда Самрук Казана и Международного финансового центра Астана для предметного обсуждения инвестиционных проектов. Напомню, визит делегации компании в Казахстан состоялся после договоренностей, достигнутых в рамках недавнего визита Касамжимар Татукаева в Саудовскую Аравию. Неблагоприятные погодные условия ожидают жителей большей части территории страны. Так, в северных и центральных регионах синоптики прогнозируют дожди, грозы и сильный ветер. Чего не скажешь о погоде на западе Казахстана. Там столбики термометров поднимутся до отметки в плюс 39 градусов. И только в Казлардинской области сохраняется высокая пожарная опасность. Сделать свой 3D-аватар за считанные минуты британский стартап разработал программное обеспечение, которое с помощью искусственного интеллекта создает ультрареалистичную модель лица человека. Цифровой двойник поможет окунуться в метавселенную. Для этого необходимы только несколько планшетов и смартфонов. Но качество полученного изображения не уступает тому, что используется в кинопроизводстве, уверяют авторы проекта. Благодаря простой установке в будущем технологию можно внедрить в индустрии красоты, игр и других сферах. Всемирно известная компания LEGO отмечает свое 90-летие. Сотрудники датского бренда конструкторов собрали праздничный торт. Он состоит из 9 слоев, которые символизируют 9 десятков игр в LEGO. 94 128 деталей вошли в конструкцию огромного сладостного торта. Это творение представили в LEGO House Billundi. По словам представителей LEGO Group, юбилей отметят во всех магазинах мира. Отмечу, в 1932 году Оля Кирк-Кристиансен со своим внуком основали компанию LEGO. Сегодня на заводе-гиганте работают 24 тысячи сотрудников. Ежегодно предприятие выпускает почти 100 миллиардов кирпичиков. И к данному часу это вся информация. Всего доброго и до свидания.